всем привет решил сегодня записать такое длинное видео достаточно да там в отличие от коротких рилс и минутных роликов до которые я обычно публикую рассказать честно свою историю про то как я смог выйти на миллион рублей вот я к этому долго шел и я уверен что многие кто там подписан на меня там смотрит меня да вот их интересует вас интересует этот вопрос вот я не буду рассказывать про там какие-то инфа бизнес курсы тренинги семинарии не буду ничего продавать так что спокойно смотрите вот это будет честно открытый диалог вместе с вами да подробно я об этом рассказывал книги борьба за внимание вот кому будет интересно можете почитать там на литрес есть на зоне книга вот или посмотреть фильм с тем же названием борьба за внимание там в виде формате тоже вкратце рассказал свою историю первое чтобы я хотел вам рассказать опять же мой опыт на делюсь вот не будет никаких там найти там теорий из книг которые я люблю конечно тоже читать будет конкретно вот то что у меня сработало да я буду вам рисовать чтобы он был нагляднее вот весь путь развития специалиста я бы разделил на несколько этапов и первый этап когда мы ничего не зарабатываем и мы ищем какой-то навык который который мог бы быть полезен компаниям либо людям и как правило этот навык он какой-то низкоуровневый да то есть вот мой первый опыт работы я думаю как у многих я был официантом я был консультантом в сумме по одежде да вот у меня зарплата была ну там тысяч 15-20 месяц максимум да вот то есть это какой-то навык навык которые мы монетизируем как я сказал какой-то низкоуровневый навык да какой-то простой ну принципе от студента вот молодого человека там 17-18 лет принципе ничего ожидать и не следует да ну конечно есть там исключения но я не родился гениальным мальчиком да как бы вот и в принципе как и все подрабатывал да там также как и остальные да вот я работал естественно как искал официантом консультантом по одежде и потом я еще работал продавал музыкальное оборудование соответственно здесь у меня заработок от 10 до 30 тысяч рублей был вот следующий этап который я пришел я думаю что это когда меня уже взяли на работу по специальности по моей университетской специальности я по образованию инженер геофизик и мне тогда платили порядка сорока тысяч рублей ну как вот зарплата да то есть это уже какая-то специальность то есть это не просто навык да то есть под навыком я понимаю там этом таксист убраться там где-то да там за денежку помочь чему-то не знаю там сделать курсовую за кого-то вот то есть это какая-то такая мелкая работа да вот давайте на навык и не мелкая какая-то штука такая мелкая подработка подработка вот а тут уже специальность какая-то да и специальность как правило мы получаем в университете мы там 80 процентов случае мы не пользуемся особо как бы я не исключение да но здесь я соответственно вот уже вышел на 40 тысяч рублей как зарплата мне 40 тысяч рублей было мало потому что я с 14 лет занимался музыкой занимаюсь продолжаю вот а с 17 лет прям плотно занялся музыкой начал писать свои песни кто занимается музыкой знает что это ну достаточно дорого да то есть там покупать музыкальное оборудование гитары там инструменты репетиционные базы арендовывать записывать песни тогда там мастеринг сведения вокал это все стоит денег да соответственно 40 тысяч рублей мне было мало вот и я устроился на подработку вот у меня получается была основная работа по профессии и подработка подработка у меня как раз таки была связана с тем чему я посвятил потом последующие там почти что 10 лет да это была компания в которой я был менеджер по связи с общей с общественностью да то есть по сути это тогда еще не назывался смм и маркетинг но по сути это был смм да то есть я ввел сайт я писал статьи а на английском языке вот и там мне платили на полставки 40 тысяч рублей вот и того у меня получилось 80 40 плюс 40 80 вот 800 достаточно хорошие деньги вот и мне хватало там и на себе на какие-то там ништяки да там и на музыку третий этап вот тут самое интересное началось я понял что мне нужно как бы уже искать то чем мне заниматься по жизни ну как минимум да то что мне интересно да потому что то чем я до этого занимался не особо было мне интересно я говорю сейчас про работу по профессии но мне было интересно то чем я занимался как раз таки будучи вот вот этим пресс-секретарем связи с общественностью коммуникации да там сайты там социальные сети реклама и плюс меня мой товарищ с которым мы занимались музыкой он был тогда менеджером моей группы кстати мы там концерты даже давали он мне так подтолкнул сказал что макс слушай у тебя есть определенные навыки способности в смм в маркетинге вот почему тебе не попробовать ну собственно я и попробовал и как раз таки вот начался мой период в маркетинге такой плотный вот я и до этого этим занимался но особо я как-то не придавал этому значения то есть я там продвигал свои песни в интернете концерты продвигал рекламировал свои там аккаунты вот но конкретно вот в этот период времени после того как я уволился с работы по специальности я попал в рекламное агентство к ребятам которые меня взяли на позицию смм менеджера вот они мне платили 40 тысяч рублей вот то есть вроде бы я ушел в минус по деньгам но я по крайней мере начал заниматься тем что мне нравится то есть я прям кайфовал от того что я делаю мне было интересно я каждый день там значит оставался до ночи причем в тот период времени там первые там два-три месяца я совмещал основную работу все таки да и эту то есть я не хотел там уходить никуда то есть я там дал себе время то есть получается я с утра до ночи работал с утра я до там шести часов вечера работал на одной работе шести часов вечера до ночи работал у ребят с мемщиком и мне это очень понравилось я тогда уволился с основной работы занялся плотно уже маркетингом смм вот и понял что хочу в этом развиваться после этого идет такой у меня резкий скачок вверх за счет того что я начинаю работать уже на себя на потому что ребята мне позволяли свободно приходить на работу да там работать удаленно через какой-то период времени я вообще стал их партнером там рекламном агентстве да они меня многому научили вот и мы начали тогда брать уже заказы на продвижение концертов вот тогда хорошие деньги за это давали плюс минус да ну по тем меркам которые туда зарабатывал и мы тогда начали еще обучать одни из первых как продвигать мероприятия вот тогда у нас был курс этот смм на миллион назывался вот и у нас агентство назывался смм лемон вот это было мое название да которое придумал для ребят и тогда помню мы решили полететь на шри-ланку вот три месяца мы там пожили я тогда заработал там первые свои там 100 200 300 тысяч рублей ну суммарно 300 вот ну это нельзя назвать стабильными 300 тысяч рублей в месяц да но это такая разовая сумма который мне показала что я могу головой своей да без дяди какого-то сверху зарабатывать больше чем я бы зарабатывал в офисе ну в среднем тогда у меня выходило ну это тысяч сто наверное что после этого я уже поверил в себя да там я уже был опыт определенный там я уже начал присматриваться крупным клиентам с которым мог бы поработать как маркетолог каким-то спикером известным вот тогда я попадаю в тусовку одному известному спикеру вот и начинаю с ним работать вот после этого у меня приходят разные проекты на каких-то проектах я работаю там год-два на каких-то там месяц два-три и выхожу на примерно там 200 тысяч 200 в месяц то есть я работаю на разных проектах следующий шаг шестой я пытаюсь открыть свое рекламное агентство и открываю его да вот у меня была команда в офис сотрудники вот примерно та же сумма денег выходит месяц но я уже как основатель этого агентства руководитель так скажем да и как раз таки это вот в этот момент времени у меня происходит кризис и я на своих там программах обучающих тренингах рассказываю что кризис это круто потому что что такое кризис кризис это когда ваша старая модель мира не работает новый еще нету и вы находитесь на распутье то есть получается ваши стратегии они уже не адекватно не эффективно для ваших целей которые вы себе ставите да для более глобальных там каких-то там свершений и соответственно вам нужно искать новое вот и мне произошел кризис причем кризис извне пришел да там у меня было очень много проблем связанных там с финансовыми долгами с состоянием со здоровьем там у меня были проблемы с судом с клиентом да вот я об этом подробно рассказывал книги фильме борьба за внимание вот то есть вот в этот момент у меня происходит кризис и как раз таки кризис меня вывел резко причем да то есть такой экспоненциальный рост о котором-то многие коучи да там и инфобизнесмены рассказывают вот как раз таки у меня этот экспоненциальный рост произошел из-за того что я пересобрал себя полностью то есть я пересобрал отношения к себе к окружающим к миру клиентам дата тому чем заниматься чтобы продавать начал заниматься естественно консалтингом да потому что был уже накоплен большой опыт работы с разными компаниями спикерами да там я уже занимался обучением меня уже был опыт там проведение лекций на разных площадках вот и после кризиса ну я вкратце сейчас рассказа да то есть без подробностей после кризиса меня получается выйти уже наконец-таки на вот этот вот миллион рублей миллион рублей я к этому миллиону шел получается ну активно 7 лет 7 лет с то момент как я начал зарабатывать там после университета да там как снмщик и до соответственно текущего момента вот 7 лет прошло и что я могу сказать да вот тем людям которые меня сейчас смотрят и которые хотят также начать зарабатывать миллион первое чтобы я вам сказал да как вот что мне помогло да и как к этому прийти первое чтобы зарабатывать миллион все-таки нужно пройти путь то есть вам с неба миллион не свалится если даже он свалится это будет нестабильно поэтому для миллиона в месяц да стабильно вам нужен все-таки твердый навык это твердый навык у меня есть чем не один я умею маркетинг я умею продажи я разбираюсь психологии то есть вот по сути на стыке вот этих вот компетенции моих плюс я умею говорить держать зал публику у меня за плечами больше ста конференций пятидесяти городах там разных странах где как спикер да там работаю и вот на стыке этих компетенций такой икигай у меня случился да я занялся консалтингом там личным ведением сопровождением людей соответственно вот это мой твердый навык на который мне позволил выйти на такие чеки нормальные на этот заработок вот второе это состояние без необходимого состояния то есть что подразумевается под состоянием это ваше физическое состояние ваша энергия да потому что если вы без энергии без определенного потенциала энергетического пойдете пытаться зарабатывать миллион вы не сможете но это как спортивном зале прийти и начать жать 100 килограмм груди вообще без подготовки и до этого не занимаясь спортом вот поэтому состояние нужно качать и под состоянием я бы еще я еще подразумеваю работа с все-таки мышление в том числе да потому что на наше состояние влияет и мысли фокус внимания язык описания который мы используем для того что мы видим вокруг для себя то есть нужно качать голову мышление ну назовем это общим словом состояние да третье это накопленный потенциал что подразумевается под потенциалом вот для экспоненциального роста да то есть вот я вам только что показал что у меня не было ступенчатого роста так же как и у вас да потому что я обучил уже там не одну сотню людей там зарабатывать такие деньги причем я работаю лично вживую то есть это не какие-то там массовые курсы да вот я конкретно с людьми работаю и у меня уже есть накопленный опыт более там сколько там уже но прям в личной работе у меня было больше 200 человек вот если прямо какие-то обучения где люди что-то у меня там смотрели там изучали ну там уже порядка пяти тысяч человек уже там у меня обучилось вот и на основе этого этой статистики могу сказать что у людей также то есть у людей не ступенчатый рост а экспоненциальный то есть не 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 еще не зарабатывают а логарифмом то есть 10 30 50 100 300 500 миллион 3 миллиона 5 10 вот так рост идет заработка и для перехода в новую фазу для перехода например от 100 тысяч рублей до 300 или с 300 тысяч до миллиона нужен энергетический сгусток то есть потенциал накопленный это как знаете это как вот чтобы воду превратить в пар нужно кучу энергии да то есть куча джоулей которые должны пойти на смены фазы да то есть мы для этого кипятим воду на для кипячения воды куча энергии нужно особенно для как раз таки вот этого последнего рывка когда сто градусов уже есть и все и вода превращается в пар то же самое с человеком то есть меняется фаза то есть сам то человек не меняется но меняется его как будто как знаете как кристаллическая решетка его пересобирается да как бы вот его система координат система ценностей и меняется подход к работе то есть он не больше действий начинает делать тут уже действия переходят не от количества в качество то есть немного действий мало действий но эффективных то же самое у меня было то есть я отказался от лишнего от сложных денег от каких-то там ненужных процессов и соответственно приложил свои действия к тому что работают конкретно вот у меня то есть где у меня больше пользы таким money making действий да как так называемые действия которые напрямую направлены на зарабатывание и как раз таки вот чтобы понять эти действия чтобы отточить свою экспертизу и навык и чтобы подготовить свою психику к этому рывку чтобы суметь этот рывок сделать да и наработать связи ресурсы вот как раз таки это все я подразумеваю под потенциалом накоплением потенциала четвертое это эффективные адекватные экологичные стратегии для зарабатывания денег более подробно я про вот эти термины эффективные адекватные экологичные рассказываю на своих программах пусть там на разборах на консультациях на тренингах там или в личной работе если вкратце то по этим параметрам можно отслеживать тем ли вы занимаетесь и теле стратегии вы выбрали для достижения вашей цели но если по простому то из точки а точку б можно прийти вот так это адекватно эффективно можно прийти вот так да или как-нибудь вообще вот так да это не не эффективно не адекватно почему люди выбирают такие кривые стратегии потому что у них есть уже определенные шаблоны поведения паттерны да стратегии которые не взяли от родителей от окружения это тоже влияет естественно да и с этим нужно работать с этим работал я потом я ходил тоже к психологам наставникам коучем проходил разные тренинги то есть у меня большая насмотренность мне повезло потому что я как маркетолог работал с разными известными личностями да и вот это все впитывал причем не только в россии но и за рубежом три года колесил по всему миру работал с прям лучшими мира всего в плане там обучения там психологии бизнеса и маркетинга и я это все впитывал в себя и перестраивал свои стратегии что такое стратегия ну например у вас цель зарабатывать миллион в месяц но вы для этой цели выбираете привычную для вас стратегию ходить на работу и подниматься по карьерной лестнице это неэффективно неадекватно только если вы там не топ-менеджер газпрома да или какой-то там аналогичной большой компании корпорации да вы получаете 50 тысяч рублей в месяц и вряд ли вас поднимут до миллиона да потому что моя максимальная зарплата которая у меня была когда-либо это получается 300 тысяч рублей чистыми плюс там бонусы за продажи и того у меня выходило там 500 600 да и насколько мне известно что 500 600 тысяч это ну прям вот топ зарплата там сбербанки там за там в тинькове там да там на позиции например там аркетолога ну вряд ли вам больше будут платить ну если есть такие позиции окей но это единицы да то есть мы сейчас говорим то что может помочь всем большинству да они единицы ну соответственно если вы работаете там в газпроме его зарплата 2 миллиона но это видео точно не про вас но вряд ли меня такие смотрят соответственно нужно выбирать эффективные адекватные стратегии для достижения ваших целей да и если мы говорим про миллион в месяц это точно не работа на кого-то и это точно не средний чек 30 тысяч да там 10 20 30 потому что в предыдущих видео которые там записывал про запуски на миллиарды да там я разбирал запуски там афониной метрошиной а я за шабудиновый так далее да я как раз таки объяснял что единственный шанс вам больше зарабатывать если у вас нету большого социального капитала там у вас мало подписчиков либо вообще там не раскручены социальные сети у вас социальный актив там условно там сто двести человек знакомых друзей там и клиентов и те кто вас знают единственный ваш шанс это средний чек нормальные деньги зарабатывать потому что блогеры у которых там миллионы подписчиков они могут за счет маленького чека но за счет массы зарабатывать там десятки сотни миллионов рублей у вас только возможности нету поэтому единственный ваш вариант это средний чек вот то есть нужно что-то такое придумать что можно продавать за сто двести триста тысяч рублей или выше сейчас популярна тема консалтинга тема наставничества мастер майнда такого дорогого обучения персонифицированного да но не все могут начать это продавать потому что опять же мешают таракану в голове нету понимания как продавать на такие чеки как раз таки этому я и учу вот ребят но как бы смысл в чем в том что вам нужно что-то продавать за нормальный чек не обязательно консалтинг инфобизнес как я да можете что-то свое продавать но это должно быть 200-300 тысяч причем маржа у этого должна быть не 10 процентов как вот у меня в рекламном агентстве было да то есть мне там приходили клиенты платили мне там миллион из этого миллиона если там вычесть рекламный бюджет там зарплату сотрудникам офис налоги заплатить да там то пято десятое в итоге мне в карман 100 тысяч только кладется да ну как бы и нахер а вот это все ради 100 тысяч да то есть можно проще зарабатывать причем нести ту же ценность либо даже больше клиентам соответственно нужно выбрать ту стратегию которая адекватно эффективна для вашей цели финансовой я выбрал вот такую стратегию она у меня сработала и работает до сих пор соответственно кому интересно можете ко мне обратиться я вас научу также ну собственно вот четыре тех навыка тех четыре инструмента да которые мне позволили там выйти на этот заработок да то есть это еще раз твердый навык обязательно так как это твердая экспертиза это ваше состояние да то есть оно должно быть ресурсное оно должно быть вы должны смочь что-то делать и хотеть что-то делать да это важно потому что машина без бензина не поедет да как оба на хорошую не была какой бы у нее потенциал лошадиных силах не был заложен без бензина на не едет вот дальше третье это потенциал накопленный да накоплен потенциал в виде опыта в виде насмотренности в виде там ресурса материального и нематериального да это все потенциал и четверто это эффективные адекватные экологичные стратегии для достижения ваших целей да если вам понравилось такой формат видео если вам интересно дальше чтобы я рассказывал там более подробно уже другие аспекты там этого вопроса там либо чем-то другим делился вот я очень буду рад если вы поддержите такой формат общения с вами такой да вот непринужденные и немножко расширены да как обычно вот поставьте лайки комментарии можете написать как у вас это было да там какой путь вы сейчас стадии проходите до зарабатывания денег вот и предложить какие-то темы также для того чтобы я их рассказал вам я тема выбираю пока что по ощущениям я не только могу про маркетинг там и заработок рассказываю да мне много что интересно там и про отношения про психологию с радостью вам расскажу да поделюсь своим опытом да я знаю что меня многие смотрят и в том числе из этих тем да соответственно соответственно если все подытожить да в конце то есть суть на суть того что я сейчас рассказываю то получается как бы я это описал этот путь к миллиону вашему да так сейчас немножко подвину так и так значит суть следующего значит значит первое нужно найти навык навык это ваш первый шаг на то есть какой как обучиться какому-то навыку который нужен рынку сейчас не надо учиться тому что рынку сейчас не актуально например 10 лет назад были актуальны и в тренде экономисты юристы да сейчас рынку другое нужно да точно нужно прошерстить рынок понять что сейчас там в тренде актуально например за программисты айтишники да и вы естественно идете получать этот навык то есть он должен быть востребованный на то есть навык востребованный благо сейчас большое количество курсов там всяких там вебинаров обучение онлайн там так далее второе работать с башкой на психологии потому что например вот мой путь к миллиону он шел через прям работу над собой я перешагивал через себя потому что я отслеживал себе неадекватное поведение я часто спорил с клиентами доказывал им что-то играл в игры подробнее об этом можете почитать у эрика берна да там игры в которые играют люди транзакт анализ причем сейчас это ну плюс-минус такая популярная книга когда я начал это изучать ну я прочитал ее в 16 лет это получается месяц 32 это было сколько лет назад 16 лет назад 16 лет назад я прочитал эту книгу вот до сих пор она для меня прям такая знаете базовая такая настольная и соответственно я начал работать в психологии и эффективность моего зарабатывания и взаимодействия с людьми она увеличилась вот то есть психология очень важно третье это ресурсы вам нужно обрастать ресурсами причем и материальными и нематериальными да то есть под материальным я понимаю естественно там деньги что-то такое пощупать потрогать что можно да под нематериальным это связи мы через людей можем получить все абсолютно любой ресурс то есть ресурс люди это прям самое крутое поэтому нарабатывайте связи партнерские отношения знакомьтесь дружите вот потенциале в будущем это могут быть ваши партнеры по бизнесу клиенты или они могут вас эти люди вывести к каким-то там клиентам там или вам чем-то помочь вот поэтому нарабатывайте ресурсы в том числе и человеческие связи четвертое это влияние сейчас в эпоху социальных сетей в эпоху интернета нужно влиять на людей нужно чтобы о вас знали если вы крутой специалист но у вас ни хера никто не знает это абсолютно бессмысленно и денег вы так не заработаете да и что интересно что многие люди они ставят ставку только на первое то есть они качают навык но забывают про остальные вот эти штуки психология по ресурсы про влияние да и они проигрывают в конкуренции с другими более известными специалистами не настолько крутыми как они но которые чаще светятся выступают более наглые такой же как я был да то есть я был наглый как и сейчас ну сейчас поспокойнее конечно да но тогда когда искал себе клиентов я был уверенный наглый сам уверенный даже где-то даже жестил но мне это помогло выйти на первых клиентов меня заметили вот и я собственно боролся за внимание так же как называется моя книга она не просто так называется почитайте обязательно вот резюме того чтобы я вам посоветовал как вам выйти на миллион вот если более подробно разобрать хотите ваш кейс да то есть конкретно конкретно, как вам зарабатывать. Я сейчас пока по верхам прошелся. Это как каркас, на который бы я насаживал дальше остальное. Можете написать мне в личку. Мы с вами разберемся. Проведем либо какую-то короткую сессию, консультацию, либо мы с вами пообщаемся по телефону, и мы поймем, могу ли я вам помочь, конкретно вам на зарабатывание денег. Спасибо. С вами был Макс Белоусов. До новых встреч. Ставьте лайки, шеры, комментарии. Подписывайтесь там, где вы увидели это видео. Кидайте друзьям. И предлагайте мне новые темы для обсуждения с вами. И задавайте вопросы, если они у вас остались в комментариях. Спасибо.